Здравствуйте, дорогие друзья! На днях была на рынке и увидела бабушку, которая продает свои цветочки. Уже начало октября, и у нас довольно-таки холодно, пробрасывает снег. И вот этот несчастный цветочек, весь желтый, поникший, стоит и замерзает. И расцветка у меня похожая есть, но все-таки мимо я пройти не смогла. Наверное, мы, все те, кто любят цветочки, относятся к ним по-другому, как к детям. Еще чуть-чуть и растение попало бы на свалку. Конечно, я его купила, принесла домой и вот теперь реанимирую. Если вы также купили распродажное растение, уцененное, наполовину сломанное, засохшее, не знаете, что с ним делать, это видео для вас. Первым делом мы должны просмотреть корень, не сгнил ли он. И, конечно же, поменять грунт на хороший, настоящий. Берем подходящую чашку и начинаем перебирать. Действительно, посажен цветок в огородную землю. Земля уже такая вся липкая, мокрая, грязная, немного с запахом плесени. Конечно, ее нужно удалить. Корень по возможности оборвать. Оставить только живые корешки в виде белых толстых ниток. Землю выгребаем также по возможности как можно больше. Вытрясаем растение и готовим грунт. Я беру 1 литр верхового нейтрализованного торфа, 1 литр перлита. Это самое лучшее сочетание. И добавлю сюда буквально горсть мха сфагнум. Он обладает антисептическим действием. В итоге грунт получится воздушный, легкий и будет удерживать влагуру настолько, сколько нужно. Грунт делаем слегка увлажненным. И поливаю я свежепересаженный цветок вместо воды всегда раствором, либо корневина, либо привикура из расчета 40 капель на литр воды. Тот же самый увлажненный грунт насыпаем и в небольшие емкости, горшочки, все что есть под рукой, но обязательно с дренажными отверстиями. И будем пересаживать в них отростки, на которые сейчас разберем этот несчастный цветок. Удаляем нижние листья. Начнем снизу. И посмотрим, сколько отростков может из него получиться. Не забываем подписать название сорта на основном горшке и на маленьких. В идеале отростки королевской пеларгонии должны быть от 5 до 8 сантиметров. Теперь отломаем верхушку по междуузлию. Можно отрезать и острым ножом, но отломленные черенки прирастают и дают корни намного быстрее. В принципе, можно оставить растение вот в таком виде, но можно отрезать сверху и еще один черенок от 5 до 8 сантиметров. Также по междуузлию. Но я хочу, чтобы мое растение успело зацвести, поэтому оставляю его вот таким вот большеньким. И буду отливать препаратами, такими как привикур. Лишние листья с ростка удаляем. Удаляем и цветоносы. Втыкаем в грунт примерно на 1,5-2 сантиметра и слегка обжимаем пальчиками. Трамбовать землю нельзя ни в коем случае. Слегка сбрызну раствором привикура. Можно сбрызнуть корневином все, что у вас есть дома в наличии. Проверяю еще раз этикеточку на правильность и ставлю горшок в полиэтиленовый пакет. Если росточек маленький, можно накрыть рюмкой. В таком виде в тепличке растение должно простоять 2 недели. Затем постепенно развязываем и приучаем растение к свежему воздуху. Если вытащите из теплички сразу, растение пожелтеет и погибнет. Приучаем к воздуху в течение 3 дней. В итоге из одной убитой пеларгонии у нас с вами получится 2. Удачных вам растишек!